что для человека 21 века этот камень да просто осколок породы каких под ногами валяется тысячи но для человека каменного века это все вот три удара и режущий инструмент готов камень это нож топор скребок наконечник стрелы в общем инструмент без которого 15 тысяч лет назад невозможно было выжить но человек 21 столетия смотрит на эти камни с сомнением да правда ли из них можно было что-то сделать какой-то режущий инструмент вот он древний каменный нож со стоянки афонтова гора красноярский ему между прочим на минуточку 15 тысяч лет вот как и можно было разделать тушу мамонта или срубить дерево а вот давайте проверим но мамонтов загонять не будем ввиду их отсутствие но этот процесс производства таких каменных ножей по технологиям много тысячелетней давности покажем ну и проверим его в деле разумеется одна из самых известных стоянок эпохи палеолита на территории красноярска афонтова гора что расположена на левом берегу в районе николаевки и развязки 4 моста древние люди жили в этих местах в разные времена комплекс стоянок датируются периодами от 30 до 15 тысяч лет назад там существовало несколько солончаков и родников которые способствовали как раз формированию стабильных скажем так путей миграции временной миграции животных на водопой и обратно или к солончаку вот я думаю что первоначальный стимул был именно в этом и древние стоянки человека она они как правило формируются по бортам лога либо у излученный рек либо по берегам реки ну а в целом я хотел бы сказать что красноярске его окрестности да и в общем то практически на всем известном протяжении реки внесей стоянки человека эпохи палеолита это в общем распространенные явления на этих стоянках найдены останки различной живности что попало на обеденный стол древнему сибиряку и множество каменных и костяных инструментов изучая эти предметы археологи выстраивают картину жизни древнего сибиряка единственная трудность и она достаточно основательная это то что мы имеем очень мало свидетельств о том каким многообразным был духовный мир древнего человека по сути дела мы имеем орудийный набор который свидетельствует о том чем человек занимался именно исходя из этого и реконструкция деятельности и жизни первобытного человека основана на данных фактических которые получены проводников мир древних технологий для нас сегодня станет научный сотрудник красноярской геоархеологии сергей королев он уже несколько лет занимается так называемой экспериментальной археологии изучает каменные инструменты найдены при раскопках стоянок древних людей и восстанавливает методику их изготовления если можно полноценно повторить примитивными предметами своими руками найденный артефакт я считаю что примерно так она все происходило в древности изготовление каменного ножа начинается с подбора подходящего материала подходят горной породы по физическим механическим свойствам схожие со стеклом то есть мелкокристаллические так называемые осадочные породы они колются легко предсказуемо и имеют так называемый хороший раковистый излом то есть получается длинные острые сколы которые позволяют нарезать применять по назначению изделия а например гранит по своей структуре мелкозернистый поэтому от него как ни старайся отколоть крупный осколок не получится гранит будет только крошиться а из подходящего сырья пожалуйста берем гальку найденную на берегах енисея заготовка держится в одной руке второй камень отбойник у называется и наносится удар четкий в нужное место и получается скол сходит отщеп и он уже принципе если достаточно длинные он уже имеет хорошую режущую кромку и можно уже пользоваться сошел скол говорил сырье не очень хорошее поэтому много дивоват но имеет уже достаточно острую режущую кромку вот три удара и режущий инструмент готов мы получили самый простой инструмент а вот халцидон с берегов реки кан его можно также расколоть на пластины из которых сделать уже что-то посложнее например наконечник для стрелы или копья методом ретуширования мастер придает осколку нужную форму и заостряет рабочую кромку инструмент кусок рога острый называется отжимник и просто отжимом цеплялся за краешек и таким вот давлением ретушировался придавалась форма естественно да при работе он быстро изнашивается так как камень крошится стачивается вот если примеру это был что-то режущие там для разделки для освежевания тушь для выделал выделки шкуры вот их можно было подтачивать собственно этим же инструментом грубо говоря только резать плохо стал ножичек взяли подправили пустили дальше в работу по остроте такой каменный нож практически ничем не уступает ножу которым орудуют хозяйки на современных кухнях не верите а вот давайте проверим берем пойманную по акции в магазине свинину она будет играть у нас сегодня роль мамонта охота выдалась удачная теперь надо наделать стейков как видим с поставленной задачей каменный режущий инструмент справляется отлично но это мягкое мясо а справится ли он с более твердыми предметами он пилит дерево дальнейшем по пропилу можно его сломать естественно получаем нужную длину кость тоже пилит достаточно легко кость тоже можно по этому пропилу либо сломать либо сначала раздробить а потом камнем придать форму осколку делать уже проколку иголку либо украшение да процесс не быстрый и человеку 21 века который психует уже от того что сайт открывается не одну секунду а целых три на такую нарезку никаких нервных клеток не хватит но времена были другие сиди себе на берегу реки и допили кость чего еще делать хотя на самом деле все это занимает не так много времени как может показаться не так много как большинство людей думает на самом деле но перепилить кости за 20 минут вполне можно и ставились эксперименты по срубанию например деревьев сделанными каменными топорами также оказалось что достаточно быстро это делается конечно по стране железами сильно долго но там не денег многие думают час полтора-два а это шкура косули которую подстрелил в наши дни современный охотник вполне себе современным ружьем но снятую животного шкуру археологи забрали себе и обработали каменными скреблами за полдня мы справились просто и вымочили скребком сняли остатки мяса жира саму мездру и где-то еще час-полтора неспешного неспешной работы срезания шерсти если ее размочить это будет что-то типа аналога современной изоленты нам станет тянуться и грубо говоря можно тонкими полосками и размоченной шкуры закрепить наконечник кишки то есть скребущие режущие изделия не функционально и работают точно также с помощью каменных скребков выделывали шкуры древние люди на берегах енисея тысячи лет назад кстати копытный и различная мелкая живность например песцы были основными объектами охоты древних сибиряков обработать шкуру того же песца и шить из нее одежду гораздо легче чем проколоть толстую шкуру мамонта и главное поймать их было безопаснее приоритет в охоте отдавался животным в основном тем которые не представляли прямой опасности для человека потому что хоть и обнаружены костные остатки хищников это волки и лисы даже обнаружен крупный кошачий хищник который палеонтологи пока определили как гепард на афонтовой горе на материалах раскопок 2014 года но мы не знаем какой то хищник то есть это не барс не тигр это какой-то крупный кошачий хищник он обнаружен но это не являлось приоритетом приоритетом являлись животные которые представляют наименьшую опасность включая мелкую фауну это песцы это грызуны и так далее то есть то что добыть легче как и мамонт с которым мы проводили сегодня сравнение нашей пойманной в супермаркете дичи на самом деле добыть взрослую особь было делом непростым и опасным так что вряд ли мамон был основным блюдом у древнего сибиряка вообще проникнуть в мир первобытного человека который населял окрестности города красноярска в частности на афонтовой горе в эпоху палеолита то есть во второй половине леникового периода достаточно трудно по целому ряду соображений никогда реконструкции которые мы рисуем своих научных публикациях и экспериментах не являются точным отображением действительности являются только но определенной вероятностью того как бы это могло быть как показывают эксперименты вероятность это рабочие из камня вполне можно сделать нож который будет успешно резать различные материалы но от что мы никогда не сможем узнать так это о чем и как думал древний человек что стало толчком к появлению мыслей которая привела нас от создания каменных орудий к созданию космических кораблей тайна сия есть и и и